Некто мисс Пейдж усыновила мальчика. Ему от роду было четыре дня. А через год удочерила малышку в таком же возрасте. Минуло чуть более года, как приемная мама узнала, что ее детишки родные сестренка и братья. История самой Кэти Пейдж такова. В 30 лет она развелась с мужем и приняла решение поменять жизнь кардинально. Нашла другое место службы, приобрела иное жилье. Пошла навстречу церкви, ее служители просили Кейт работать опекуном детишек, которых бросили и мать, и отец. Поначалу эти хлопоты казались Кэти мучительно напряженным занятием. Но вскоре процесс увлек ей. А про прошествие двух лет женщина поняла, что хочет усыновить малютку. Ей показали малыша четырех дней от роду. Роженица оставила его в роддоме. Медики сказали Пейдж, что мать-кукушка, вынашивая плод, увлекалась наркотиками. Но это к счастью пагубно не отразилось на здоровье новорожденного. Итак, она оформила опекунство, назвав мальчика Грейсон. Ухаживала за ним без малого год, пока работники социальной службы разыскивали его родителей. Но бесполезно. Никто не звонил по объявлениям в СМИ, не являлся в госпиталь. Когда стало понятно, что родителей, беглецов не найти, мисс Пейдж вручили документ на усыновление. Так малыш Грейсон и стал ее сынишкой. Уже официально. Но это вовсе не конец. Через две недели Пейдж позвонили и попросили у дочери. Малютку, которая родилась четыре дня назад. Мамаша не забрала ее из той же больницы. Не знаю, как это произошло, признается Кэти, но спустя десять минут я перезвонила и сказала, что видимо это безрассудно. Однако мне велит дать согласие с Амбу. И вот малышку доставили ей домой. На браслетике, что прицеплен к руке девочки, стоит то же имя, как и имя родительницы. Грейсона. Пейдж запросила документы из роддома и была удивлена еще раз. Совпала еще дата рождения женщины, отказавшейся от мальчика и девочки. Мои приемыши родные? Размышляла пораженная Кэй. Женщина нашла адрес биологической матери Ханны, так Эти назвала малютку. Они встретились. Та заявила, ничего не знает о сыне, который родился у нее год назад. И она опять ждет ребенка. Об этом приемная мать поведала своему куратору. Он сделал проверки и сообщил, что Ханна и Грейсон родны. Это чудо. Воскликнула Пейдж, заплакав от радости. Она удочерила Ханну. Однако это не конец истории. Минуло тринадцать месяцев, и мать Ханны и Грейсона произвела на свет мальчика. И также равнодушно отказалась от него. А Кэти добрая душа уже получила документы опекуна над новым сиротинкой. В планах завершить его официальное усыновление. Дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!